Ракета Х-101 Ракета Х-101 Ракета Х-101 Усилена спутниковая группировка которая действует в интересах российских вооруженных сил что находится в Сирийской Арабской Республике У берегов Сирии появится авианосец Шарль Деголь Он имеет на своем борту до 40 различных самолетов конечно это в первую очередь бомбардировщики если российские военные будут действовать совместно с французскими военными, это значит, что на 40 самолетов больше появится в распоряжении вот этого, возможно, союза. И в день гораздо большее количество объектов так называемого исламского государства окажется под огнем. Но вот здесь в комплексе нужно рассматривать эту ситуацию. Сейчас значительно усилена группировка спутниковая российская. Это значит, что разведданные будут появляться значительно. Оперативнее. И это, в свою очередь, значит, что боевики ИГИЛ потеряют возможность оперативно перебрасывать силы и средства на самые напряженные участки фронта. То есть российская авиация и, возможно, французская авиация смогут значительно более быстро наносить удары как по неподвижным целям террористов ИГИЛ, так и по колоннам с боеприпасами. Живой силой так называемого исламского государства также смогут уничтожать те колонны ИГИЛ, которые используются для того, чтобы перевозить нефтепродукты. В частности, известно, что террористы ИГИЛ на этом зарабатывают. Как только началась операция воздушно-космических войск Российской Федерации, сирийская армия перешла в наступление, причем не только на небольших участках фронта, но по всей стране. Наступают сирийские военные и в Алеппо, и в Идлипе, наступают в Горной Латаке для того, чтобы вернуть под контроль сирийскую турецкую границу, наступают и в Дамаске для того, чтобы отбросить боевиков от столицы. Но вот здесь необходимо подчеркнуть, что действия российской группировки дали возможность сирийской армии впервые за, пожалуй, все время, что длится конфликт, организовать широкомасштабные наступления на всех ключевых участках фронта. Теперь, когда интенсивность авиационных ударов значительно выросла, сирийские военные получат дополнительные возможности для того, чтобы идти вперед. Сейчас у вооруженных сил Сирии основная задача – это отбросить боевиков от Дамаска. Там значительные отряды боевиков уже взяты в окружение. В районе Джобар наступают в Восточной Гуте. Также сейчас бои ведут в 30 километрах от Идлипа. Это столица одноименной провинции. Около Сальмы сирийские военные продолжают наступление для того, чтобы выйти к границе сирийско-турецкой. И большими успехами сирийская армия может похвастаться в районе населенного пункта Алеппо. В общем, сейчас не только ИГИЛ, но и другие радикальные группировки сосредоточились на обороне. Но с началом нанесения высокоточных ударов крылатыми ракетами, как мне кажется, ИГИЛ потеряет и оборонительный. ИГИЛ потеряет и обороне населенного пункта Алеппо. Продолжение следует...